Мы находимся на Фрунзе 16. Именно здесь два года назад был открыт центр российского кино Тольятти. Тогда здесь, на этом месте, прошло торжественное открытие. Было очень красиво. Я предлагаю вам посмотреть небольшой фрагмент открытия, а дальше мы пройдем в «Святая святых» в центр российского кино. За два года Центр российского кино выпустил множество ярких кинолент. О самых интересных поговорим прямо сейчас с директором Центра российского кино Андреем Мантипенко. Андрей, здравствуй. Очень рада встрече. Пойдем с удовольствием. Андрей, очевидно, что за два года существования Центра российского кино было выпущено немало ярких кинопроектов. Деван, назовем топ-3 самых классных фильмов, на твой взгляд. Такая гордость от Альянского кинематографа. Кино у нас снимается уже с 2010 года. Работа, которая уже вышла на большой экран и выходит на экран. Это две работы. Это Костя, который сейчас называется «Верный», и фильм «Сокровище Разина». Это две такие большие работы, которые представляет наш кинематограф на всероссийской арене. Ну и Костя показывался и за границей тоже. Вот сейчас как раз-таки предлагаю нашим зрителям посмотреть тизеры фильма «Костя», который произвел, безусловно, большой общественный резонанс не только в Тольятти, но и вообще во всей нашей стране. Закрыгнул. Открывай. Теперь у тебя есть собака. Я хочу, чтобы ты всегда был со мной. Больше всего на свете. Собаки любят своих хозяев. А дружок их потерял. Основано на реальных событиях. Он давно уже тут сидит. То есть этот пес ждет своих хозяев? Потеряться, что ли? Хочешь, чтобы я ему перезвонил? Как я ему перезвоню с этого аппарата? Это же пейджер. Кто придумал эти пейджеры, а? Несколько судеб. В каждой проезжающей машине он надеялся улететь хозяев. Которые объединяет. Слушай, может в баньку? Один пес. История верности и преданности, она говорит же больше не только о том, как пес был верен и предан, а о том, как мы восприняли эту историю. Когда писался сценарий, был принципиально взят история ветерана войны, который нашел эту собаку, который выходил ее, который лечил ее, который сопровождал на протяжении всей ее жизни, который хранил ее потом. Возникает в этом фильме истории молодых людей, истории чиновников, истории простых людей, истории музыкантов, истории бандитов, истории проезжих, истории танцоров, которые нанизываются на эту концепцию, что важно, как мы воспринимаем мир, который вокруг нас. Я сама смотрела эту ленту. Она, конечно, тронула меня как раз своей эмоциональностью, настоящностью. Что говорили зрители других городов? Какие отзывы вы получали? Когда фильм был готов уже, мы подключили, мы сами не понимали, как он пойдет по прокату, потому что мы думали, покажем, наверное, здесь в Тольятти, покажем в Самаре. Ну, наши друзья посмотрят, порадуются, и мы будем счастливы. Ну, выложим потом интернет. Мы отправили на экспертизу в Москву, ну, как на экспертизу, друзьям с вами посмотреть. Нам в 7 часов позвонили, сказали, ребята, вот есть сейчас киносмена на Черном море в Орленке, где ребята там от 14 и студенты, кинетографисты уже заканчивают смену, но мы уже позвонили им, они уже готовы принять вас. Там 800 ребят, у них есть просмотровый зал на этот, то есть на уличный такой. Если фильм там зайдет, если люди увидят и отреагируют, и вы получите отклик, вот так фильм и будет показываться. Фильм «Кости» – это первый в истории самарской кинематографии фильм, который вышел из российский прокат. В каждом городе есть какая-то собака, которая сидит, кого-то ждет. Но то, что мы этот фильм приподняли с помощью людей над действительностью и стали говорить уже о вечных ценностях, поэтому он и понравился не только нам, и поэтому наш фильм ассоциирует и нашу собаку с этим мифом о верности и преданности. Называли там русский хатика, там рэперы пермские пишут, там написали об этом свою песню. Испанцы нам тоже звонили, говорили, мы тут 7 показов организовали в 2018 году ютубных, когда ютуб выложили. 10 миллионов просмотров на ютубе. В итоге за год мы потом его закрыли, сейчас он, потому что идет повторный прокат уже как бы в онлайне. Хочу поговорить еще об одном фильме, который я, как зритель, жду, честно, хочу сказать, с большим нетерпением. Фильм называется «Сокровище Разина». Я знаю, что надеемся, что совсем скоро он выйдет в широкий прокат. Его увидят зрители всей России. Давайте еще раз посмотрим тизер этого фильма, дальше продолжим наш разговор. Пойдем по «Волге» на острове. В этих местах отоманил сам разин. Курс на телячку. Прием, МЧС, прием. Пропала моторная лодка. Принято. В акватории «Волги» пропала моторная лодка с пятью пассажирами на борту. Играем на ужин. И два компота. Что случилось-то? Вот шел, а здесь сундук. Открывай. Ничего себе. Вот начнет меня жена пилить. А и раз, и шубу. Но ведь есть вещи, которые не купишь за деньги. Любовь. Это только в книгах бывает. Нашел план и срос богат. А здесь его доставить надо. Реализовать. И чтобы еще по дороге не грохнуть. Расскажешь, откуда твоей погремушке? Итак, парни, у нас ЧП. Поэтому жди гостей. Стваливай оттуда, убегай. Прием. Подумай хорошенько, что дадут тебе эти сокровища. Это остров сокровищ. Не хватает еще нескольких пиратов. То есть нас с вами. Насколько я понимаю, пока неизвестна дата, когда фильм выйдет на широкий экран. Но, тем не менее, насколько мне тоже известно, фильм уже прошел в закрытом формате. Да. Что говорят люди? Мне тут очень интересно их мнение и впечатление. Мы показывали его на двух площадках, потому что нас очень интересовала и всероссийская площадка. Поэтому первый показ был в «Иллюзионе» в Москве, где были приглашены и профессиональные режиссеры, актеры. И все профессионалы были. Эксперты, представители союзных кинтографистов, бизнес-элит, которые нам важно было понять, можно ли делать кино не в Москве. Итак, резюме. Можно ли делать кино? Можно. Для зрителя важно. Важно, чтобы его захватывало, чтобы история оставалась в памяти, и чтобы ты мог пересматривать фильм, который тебя трогает. И когда мы на закрытом показе этот фильм показывали, общее мнение было, что кино состоялось. Что происходит с центром сегодня? Ну, понятно, что когда в марте мы все дружно ушли на карантин, то и очевидно, что и деятельность центра была приостановлена. И, скорее всего, были заморожены съемки. Но я так думаю, что монтаж все равно над каким-то кинолентами все-таки шел. И, может быть, сейчас идет? Основная задача центра – это снимать кино. Но мы ориентируемся на то, что максимальное количество наших жителей может тоже принять участие в нем. То есть, я так понимаю, что это центр, это еще некий такой обучающий центр кинематографии. И обучающий, и самое главное, потому что обучать, ну, мы не профессиональная образовательная структура. Мы не можем дать образование, не можем дать им профессию. Но вот этот путь в профессию, на которой они здесь попробуют себя, и даже пускай самые маленькие роли, там, в эпизодической массовке, там, кто-то нам помогает в киносъемочном процессе, кто-то, наверное, помогает нам в подготовке этого фильма. Каждый человек, который приходит сюда, он находит все применения и понимает, как он может здесь проявиться. И он потом уже думает, так, куда ему поехать учиться или получать практику на как можно бы работу. Потому что за время существования центра мы сняли, помимо этих двух фильмов, еще 20 коротметражных художественных фильмов. Кто их снимал? Их снимали как раз ребята киносъемочной группы, которые у нас в Тольятти. У нас сейчас 8 киносъемочных групп, которые снимают свое кино. У них есть свои программы, у них есть свое понимание, у них свои режиссеры, свои съемочные команды. А центры им как помогают? Каким образом этим 8 группам? Если бы не было этих 8 групп, центра бы тоже не было. У нас в том году 7 коротметражных снялось, в этом году 5 будет коротметражных фильмов. В 2018 году мы сняли тоже 5 коротметражных фильмов. То есть у нас каждый год идет мощности, растут. Можно ли говорить о том, что наши итальянские кинематографисты, создавая фильмы, зарабатывают на них? Или все-таки пока на сегодняшний день это все-таки для души? Да, есть опыт создания киноэльмонахов, которые могут идти в прокате. Но понятно, что кино зарабатывает полные метры. Это те, которые идут, ну или сериалы, которые идут на телевидении. Но полный метр это как раз тот экономический инструмент, который дает возможность кинематографии во всем мире и во все время развиваться. И поэтому, если мы снимаем коротметражное кино, да, мы находим ресурсы технические финансовые. Ну, если взять, допустим, тот год, мы порядка 700 тысяч потратили на вот эти 5 киноработ, на 2 частично. Там не такие большие затраты у нас были. Но кино все равно требует финансов. И мы вкладываем в этих молодых ребят для того, чтобы они в итоге формировали свои команды и силы. А кто вкладывает в этих ребят? Ну, на данный момент... Вы из своего кармана или есть ли такие добрые люди, любящие кинематограф, спонсоры, скажем так? На данный момент у нас в том году при открытии мы решили, что мы сами свои ресурсы, которые мы заработали, мы будем вкладывать в этих ребят. Это раз. Второе, естественно, у нас есть друзья, партнеры, которые тоже неравнодушны к тому, чтобы Тольятти представлялся в хорошем свете. Каким ты ведешь центр российского кино? Тольятти? Ну, давай, через какой времен отрезок? Ну, давай, лет через 5. Мы понимаем, что да, силы у нас есть. Они как бы качественные. Но мы понимаем, что при производстве, допустим, трех фильмов мы еще справимся. При производстве 5 или 10 фильмов в год нам уже будет сложно. И поэтому мы сейчас максимально думаем о том, как сформировать уже и образовательную здесь платформу не на нашей даже базе, а на базе высших учебных заведений. Фильмы должны сниматься 5-10 в году, чтобы из них 1-2 заработали, и эти деньги вернулись обратно в кинопроизводство. И мы были рентабельны, потому что по статистике каждый 6-й фильм российский сам окупается, голливудский каждый 9-й окупается. Но последние результаты, допустим, того же Холопа, того же Т-34, дали очень хорошие показатели. Движение вверх вообще бьет рекорды уже не один год с 2016 года. Холоп, он вообще рекорд поставил в сборах. Самое главное, при затратах всего 160 миллионов. 160 миллионов и 3 миллиарда заработок. Кино это такая игра, где ты снимаешь 10 работ, одна выстрелит, дверь выстрелит. Мы всегда говорим, что центр из кино может быть таким МФЦ в кинетографии, когда человек приходит, пишет заявление, и в итоге ему приходит смс, как у вас все хорошо, ваш сценарий взят в работу, или, допустим, ваша заявка принята, вы можете там обучиться, либо вы можете принять в такой-то сцене, чтобы всем было понятно, как можно попасть в кино, а в кино можно попасть разными способами. Ну и в том числе через Центр российского кинотолета. Конечно, конечно. Андрей, я благодарю вас за эту интереснейшую беседу, и пусть все получится, пусть будет так, как вы сказали. Успехов вам, вам и Центру российского кино, спасибо большое. Спасибо. Всего доброго.